Чтобы люди видели то, что происходит, какой беспредел. Камазами вывозилось все просроченное, и все это видели. Это преступление против людей. Просрочка вывозилась в огроменных количествах. В огроменных. Во всей больнице пациентам оказывается помощь просроченными медицинскими материалами с глубочайшим сроком просрочки. Вплоть до 20 лет. Новорожденным детям, кстати. Это ужас. Работаем и с детьми, и со взрослыми. Колоссальный ущерб здоровью. Нагноение ран. Это лигатурные свищи. Септические инфекции. Вплоть до сепсиса. Возможно, даже летальный исход. Это реальное заражение кровью. Массивные менингиты. Воспаление головного мозга. И пошли массовые нагноения, менингиты, воспаление головного мозга. Были воспалительные процессы. Были массовые менингиты. Были лигатурные свищи. Если человек после таких осложнений выживает, он же инвалидом становится, по сути. Не исключено. Они сказали, приведите мне пострадавших. Через эггумацию, что ли? 70% просрочки на стеллажах сплошняком. Пролонгирование просроченного шовного материала. То есть удлинение его срока годности. Беспредел полнейший. Только на операциях, я так понимаю, десятки тысяч в год. Конечно. Так это не целевое использование бюджетных средств. Откуда столько просрочки? Выливали огромными порциями, ведрами всю просрочку до средства антисептики. В унитазы стояла такая ванизма. В оперблоке говорили, если кто-то спросит, это не мы. Это не от нас. Все вычистили. Закрой свой рот. Ты долго здесь не проработаешь. У тебя трое детей. Можешь недосчитаться. Каждый день уходила и плакала. Мы найдем все способы и методы тебя уволить, подставить. Доходило до сердечных приступов. Я не одна такая, нас много. Взяла степлер с ее стола. Я тебя ударю. Невероятный прессинг. Давление на весь коллектив. Были угрозы. Сказали, ты, говорит, сядешь у нас на 15 лет. На этом собрании началось просто мое линчевание. На работу идешь, плачешь. С работы идешь, плачешь. Как специалиста разорвали наклочки, растоптали. Начинали всех прессовать. Ну зачем устранять нарушение, если просто можно убрать человека, правильно? Залезть в петлю, это было гораздо проще, чем переступить порог травматологии. И все, она повесилась. Все признаки доведения до самоубийства. Просто не выдержала, покончила жизнь самоубийством. Произошел второй трагический случай. Была найдена повешенной в подъезде. Суицид. Дети остались сиротами. Это трагедия. Это никто от этого не застрахован. Но рыба гниет с головы. Кто за все это ответственный? Главврач кто у вас? А почему следствия нет к нему? Они работают во время общества, я так считаю. Они как-то содействуют всему этому беспределу. Я говорю, два человека умерли, как будто две мухи погибли. Вы что творите-то, сварчи?